Друзья, приветствую! Алексей из Хмао, Югра, прислал посылку с образцами масла Mobil 1-020. Так, масло рекомендовано для гибридов, имеет последние допуски. Это ESP, это ELSAC GF6A, вот этикетка от масла. Описание, смотрите, это Toyota Tundra V8 5.7. Кстати, если должна же в Хмао быть Tundra, идеально машина, просто созданная для для данного региона. Давайте посмотрим. Значит, данного масла у меня еще не было, поэтому, естественно, я первым делом создам эталон, посмотрим, что намеряет прибор и далее можно будет уже переходить к проверке и отработке. Вот такая спектрограмма получилась на данном образце, на образце свежего. Сейчас увеличу область и посмотрим, что покажет прибор. Так, смотрите, есть два четких пика, такая даже между ними полочка. Значит, есть полиэстеры, я вижу, и как резонно поправил меня один из зрителей, что второй пик, это похоже на самом деле на салицилаты. Скорее всего, и здесь и того, и другого, ну как бы в таком небольшом количестве. Я думаю, что процент там плюс-минус немного. Так, смотрите, прибор намерил 6,9 щелочное. По данным одной известной Екатеринбургской лаборатории, 9,1. Значит, 9,1 по ГОСу для свежего, отнимаем полтора, 7,6. Ну и, скорее всего, вот эти два пика повлияли, чуть занизили на 0,7. Поэтому, по-хорошему мне надо было поставить 7,6, но я вот на тот момент поставил 8. Наверное, слегка завысил. Так, и смотрите, противоизносных 94 процента прибор намерил. Тут прямая зависимость. Чем ниже уровень эстеров беззольных присадок, тем выше уровень фосфора и цинка. То есть определенные как бы противоизносные функции в любом случае что-то должно исполнять. Так, эталон я создан и можно приступать к проверке отработки. Как я и говорил, это Тундра 2019 года, 5,7, двигатель 3 УР-ФЕ. Я сам нашел обозначение этого мотора, Алексей, к сожалению, не указал. 386 сил, свежий мотор, всего 40 тысяч пробежал, 8200 пробег на МАЗ, примерно 270 моточасов при примерной скорости 30 км в час. Смотрите, 78 процентов по противоизносным присадкам. Ну да, мотор небольшой пробег, большая мощность, то есть как бы никакого там особого износа. Сажа 0,01 процента тоже отличный показатель. Все хорошо сгорает. Кислотная 2,31, но кстати 0,61 не так сильно подросло. Да, очень хорошо сопротивляется масло окислению и щелочное 5,6. Тоже неплохой показатель. Запас еще есть, 629 ппм воды. Масло абсолютно живое, рабочее. Давайте посмотрим, что с этой так называемой водичкой произошло в моторе, в таком могучем моторе атмосферном. Так, свежая отработка. Насколько оно разжижилось, не разжижилось. Регион такой сложный для эксплуатации. Да, и зимники, и горы тут и все. Да, есть разжижение, но скорее всего это вот именно холодный регион. Большие перепады температур, зима там, ну, ночная там, не знаю, утренняя. Поэтому зазоры, прогревы и вот такое разжижение. Плюс 56 процентов. Да, кстати, не забывайте отметить видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Вот так поможете мне, благодарю вас заранее. И смотрите, какой ресурс у меня получился. Почти 14000 моющие нейтрализующие свойства, 460 моточасов, по нейтрированию 440 моточасов. Да, кстати, я посмотрел, у двигателя почти 8,6. В описании написано 8,6 литров масляной системы. Это тоже, естественно, повлияло на результат. И вязкость. Смотрите, все три показателя такие очень-очень близкие. Ну, нейтрирование, возможно, что это именно холодный регион и наличие топлива в масле как-то отразилось на показателях. Ну, тем не менее, для двадцатки, я считаю, очень достойно. Даже, видите, без огромного количества эстеров масло демонстрирует прекрасные показатели. Вообще, вопросов никаких нет. К мотору тут такая же история с мотором. Ну, возможно, что нейтрирование это, ну, допустим, там чуть более забитый там воздушный фильтр. Ну, именно вот холодный, если были холодные какие-то старты, чуть больше там, может, газов на холодную прорывало. Все-таки температурное расширение здесь такое более выраженное, скажем, чем в теплых регионах. Да, еще какой момент я хотел отметить. Значит, у Алексея здесь написано примерно 30 километров в час и, соответственно, с этой цифрой, среднюю скорость, посчитано примерно моточасы. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Лучше, если нет четкой скорости, вот на борткомпьютере не прописана четкая скорость, лучше не отображать. Потому что, если вдруг здесь, например, там было, грубо говоря, там 32 километра в час, то моточасов, естественно, ниже, меньше и, естественно, это отразится на результате, чтобы, ну, скажем так, не навредить, чтобы у некоторых зрителей не создалось ложного впечатления, что вот ресурс там такой 500 моточасов, а он по факту может быть там, не знаю, там 400, понимаете. Поэтому лучше не писать среднюю скорость там или также моточасы. Если она четко известна, там, до десятой, тогда это нормально работает. В данном случае, ну, такое, так что держите в уме. По километражу, должно быть точно, то есть почти 14 тысяч масло способно отходить. По моющим нейтрализующим 13 300 по нейтрованию в данном моторе возможно, что замена, значит, воздушного фильтра там или на более качественный или просто замена улучшит этот показатель. Вот, ну и немножко разжижено, конечно. Ну, я думаю, что двадцатку легче, нулевку двадцатую легче разжижить, чем какую-то погущую масло. Вот такой получился тест. Благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.